Сергей Михайлович Сокол, что думаете о нем? Сокол, ну про него пишут очень много и все отрицательное. Я не знаю, что про него думать. Честно. А какие-то слышали его там обещания? Я состою в Единой России и мне поэтому, как, ну вот жалко, что если он придет. Вот честно. Потому что он ничего не добьется. У нас был Зимин, дай бог ему было бы. Из НР в принципе вот в этом интервью все сказано и общее отношение к сегодняшним выборам. Даже сторонники Единой России, члены партии Единой России не хотят голосовать за Сергея Михайловича Сокола. Даже те, кто поддерживал Виктора Михайловича Зимина. И вот это, конечно, удивляет. Но посмотрите все интервью, выводы в конце сюжета сделаю. Голосовать. Ну, варягам нам не надо. Нам надо люди постоянные, свои, местные. А у нас есть выбор с местных руководителей, которые могут руководить Хакасией и принести пользу. А налетчики это только разворовать, растащить ее, этот, ресурсы. А ресурсы в Хакасии, она маленькая, но богатая ресурсами. Так что... Ну, а как вы вообще думаете, Валентин Коновалов сейчас на должности? Как он сейчас управляет? Да, 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 он молодой. Тем более он управляется. И долго, долго, сколько он покрыл долго. Фиг да маленько осталось. А надо ему работать. Что это? Вот он придет, хоть любой из них придет. Это два-три года надо ему там что-то... Осваиваться. Осваиваться надо. А этому не надо осваиваться. Он уже все нюансы, все этот... В курсе, дело знает, что где этот... Мы законовал. Скажите, как вы оцениваете работу нынешнего Хакасии? Очень хорошо. Вот посмотрите у нас здесь вот даже. Вот здесь вот даже. По Усть-Абакану судить. Посмотрите, какая красота. Много его заслуживания. В Абакане много всего. Город красивый. На Гидролизном там. Да, помогает. Молодец. И знаете, я скажу, что надо молодым помогать. Он уже пять лет отработал, он уже Штыгашевым вместе они. Хорошо. Мне нравится. Как обычно перед выборами что-то делается, а потом опять нет. А до этого пять лет, ну то есть там были какие-то стратегии, что-то там, дороги ремонтируются. Ощутили вообще что-то? Ну как они дорогу сделали у нас здесь? Тропинку. На следующий день канализация эта обрушилась. Я не знаю. А вот есть второй кандидат, Сергей Сокол. Что вообще о нем думаете? Что-то знаете о нем уже? Что-то он обещал, какие-то программы, что-то слышали? Ну, возможно, за него проголосуем. Потому что как бы он более себя-то проявил. Ну, то есть слышали, знаете, да? Что-то там предлагал человек. Да. Ну, будем за него голосовать. Все, спасибо. Все хорошо. Проходит на главу Хакасии. Что вы вообще об этом думаете? Чикарда, чикарда, чикарда. Полощат друг друга. Без всякого стеснения. Не так-то ничего нет. И все стратегически. А конкретно никто. И у всех мозги расплываются. Люди нынче ругаются даже между собой. А что вы вообще думаете о работе нынешнего главы Хакасии вот на посту? Пять лет от работы у Валентин Коновалов? Что-то какие-то изменения есть положительные? Ну, обычно. Ну, не знаю. Все пять лет его тоже. Неделя не пройдет, чтобы что-то выпустили. Где-то деньги. Где-то ушло то, где-то что-то. А сейчас они пишут со Стыгашевым. Все хорошо. На-на-на. А этот выступает, профсоюз говорит. Хакасия идет к дефолту. Так что следите, чтобы об этом думаете. Я за своих. Я, как кличка у меня, коммунистов. Я за коммунистов и буду голосовать. Спасибо. Аллов сейчас нынешний глава Хакасии. Как вы его работу оцениваете? Да, в принципе, положительно. Ну, что-то, может, о каких-то программах знаете? Что сделано? Нет, не знаю. Не знаю. Этого не знаете? Нет. Есть еще, Сергей Михайлович, Сокол. Что о нем можете сказать? Что о его обещаниях? Он пока обещает. Еще ничего вроде бы не начал делать. Поживем, увидим. Что будет? Не могу сказать. Ну, вообще про него знаете что-то? Да, конечно. Ну, сильно ничего не буду говорить. Вы снимаете. Спасибо. Работы нынешнего главы Хакасии на посту. Что-то в лучшую сторону изменилось? Да, вроде, да. В поселах облагоустраивается. Ну, вот есть еще второй кандидат, Сергей Сокол. Что-то вообще о нем слышали, знаете? Нет, ничего я не слышал. Ничего даже и не... Мне и некогда телевизор даже смотреть. Ну, вы вообще тогда за кого будете голосовать? Пока точно не скажу. Пока еще не определили? Нет. Вот там собирается у нас это собрание. Вот посмотрим, кто что скажет. Который там, я не знаю, что... Воевал там где-то что-то. Может быть, за него. Я вот только не помню его фамилию. Воевал вроде бы Сокола. Сокол? Я не ошибаюсь. То да. Ну, на спецоперации бы вы имеете в виду. Но. Может. Но он повидал там что-то вот, что-то. Конечно бы, пошла бы за Сокола. О кандидатах, вот допустим, что думаете о работе нынешнего главы Хакасии? Как он справляется? Минус два. По какой шкале? Пятерке. А есть еще также кандидат Сергей Михайлович Сокол. Что думаете о нем? Ну, про него пишут очень много. И все отрицательное. Я не знаю, что про него думать. Честно. А какие-то слышали его там обещания? Я состою в Единой России. И мне поэтому... Как? Ну, вот жалко, что если он придет. Вот честно. Потому что он ничего не добьется. У нас был Зимин. Дай бог ему было бы здоровья большего. Вот так вот. Что-то делал. А за кого тогда голосовать будете? Я еще не поделилась. Потому что еще и есть время. Десять дней. Спасибо большое. Хорошего дня. А что вообще вы думаете про кандидатов? Как оцените работу нынешнего главы Хакасии на посту? Ну, я за него пойду. Несмотря на то, что когда изначально мы это выбирали и не зная, ну, он уже маленечко набрался опыта. Поэтому я за него. Сокол... Ну, про Сокола много негатива в интернете. Там, что он развалил, обанкротил. Поэтому, как бы, я это... Ой, я с этими... Пару слов, пожалуйста. Что думаете о предвыборной гонке, которая вообще сейчас происходит? Пока ничего не думаю. О кандидатах. Вот как вы оцените работу нынешнего главы Хакасии, допустим, в Хакасии у нас? Присматриваюсь, думаю. Ну, а про второго кандидата Сергея Михайловича Сокола что-то вообще, знаете, что-то слышали? Какие-то программы, может, обещают? Ну, что по телевизору показывают? Ну, смотрю. Пока обдумываем. Ну, а какое-то мнение, может, немного хоть сложилось, хотя бы... Пока нет. Рано еще о мнении думать. Вот выборы будут, тогда выскажем свое мнение. Гаданники. Ладно, спасибо, спасибо. Ну, в общем, как мы видим, 62% населения Усть-Абакана, ну, понятно, опрошено, поддерживает Коноваловая, где-то 37%. Пусть там около 40, да, будет за Сергея Михайловича Сокола. Как бы цифры не сильно репрезентативные, наверное, нормальные. Лучше всего здесь демонстрируют Абакан и Черногорск, где поддержка у Коновалова там больше 70-80% подходит. Но меня пугает другое. Нейтральное отношение граждан. Вы сейчас в кадре наблюдаете, как люди просто совершенно игнорируют выборы. Они говорят, не-не, нам это не надо, нам это не интересно, это не про нас. Пусть кто-то другой выбирает, там за нас уже все решили. Это совершенно ужасно. Пассивность нас может уничтожить. Люди, пожалуйста, будьте активнее. Давайте победим вместе. Коновалов, вперед. Анымжахта. Или пойдете? Не знаю. Там видно будет.